итак дорогие друзья здравствуйте ребята мы сейчас рассмотрим с вами несколько документов и кода не будет новички не переживайте это только я для примера набросал небольшой код чтобы объяснить несколько вещей первая вещь почему мы пошли именно таким путем а то есть почему пошли именно таким путем для изучения более сложных вещей в python oop этот метод с двумя нижними подчеркиваниями обратим внимание на такую вещь обратим внимание на такую вещь на такую вещь как сам материал сейчас я дам ответ чуть потерпите смотрите и так вы видите некий текст где мы рассматриваем определенные методы с двумя нижними подчеркиваниями да ребят это то чего многие боятся чего многие очень хотят изучить но они понимают как поступиться вот в этом видео как раз я изложу свою методику как поступиться но прежде чем мы продолжим давайте так как новички могут смотреть это видео совсем новички для которых допустим даже если открыть вот этот код то это будет по сути дела высший пилотаж и это нормально хотя код очень очень простой занял бы наверное пока вот писать как быстро минуту полторы но тем не менее на каждый кто захочет сможет эти такой код писать а пока отличаемся и так ребята это школа бувсыновского видео я пишу больше для ребят школы сейчас так хочу их направить в нужное русло но если вы совсем новичок то вы начинаете с spb-tut.ru где не надо переживать просто покупаете пожизненный доступ у вас будет ходить сайт тот же pro365.net где изложен python видео уроках значится где понимают дети 6 лет для самого самого начала так давайте разберемся здесь есть и практика джанга и много-много чего еще так давайте разберемся все таки а что это за раздел этот раздел появился в 2017 году значит смотрите в школе большое количество уроков я просто ну наверно неправильно говорю что на данный момент более 14 суток просто через полгода уже наверно будет там 20 суток видео уроков это один из методов обучения когда вы учитесь по видео урокам учитесь свободное время но начался еще один раздел и он есть в кабинете называется практика python oop в принципе в чем он заключается это подробное изучение python на практике я дам видео вот она у меня есть на ютюбе сейчас я его найду просто чтобы не забыть себе ссылочку сразу секундочку вот как выучить язык программирования с нуля просто здесь рассказана определенная суть и показано ну почему этот раздел есть то есть чтобы убрать вот как только человек изучил python и еще вроде знает но еще не пишет чтобы убрать этот промежуток и чтобы он писал уверенно я себе это оставлю открытым чтобы не забыть и добавить в описании видео то есть этот раздел он что предполагает по сути дела для людей которые хотят изучать python я форм формулирую задачи то есть виду человека ставлю конкретные вопросы и человек разевается результаты очень хорошие ребята начали писать на двух языках это нормально мы очень мы очень много занимаемся занимаемся по порядку самый активный участник участник пожалуй это сергей асачи молодец в общем и так далее так далее так вот ребята теперь к сути этого видео для участников школы смотрите ребят вот я целую неделю думал вы уже видели да то есть мы начали работать с методами с двумя нижним подчеркиванием 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 и я их разделил по рубрикам в принципе сегодня например я отослал сообщением так сергей асач и другие ребята кто занимается python о п вот как мы поступим сейчас я и покажу и поясню просто чтобы сейчас для ребят школу чтоб вы уловили для себя суть вот к чему я веду я почти неделю думал как лучше изучать встроенные методы с двумя нижним подчеркиванием и придумал вот смотрите ребят будем изучать вокруг мета классов сначала прочитаю потом поясню в принципе это то что для многих программистов всегда остается за гранью на самом деле не очень сложно если понять с корня это есть настоящее программирование это есть уровень написать или переписать под свои нужные библиотеков и может приложение любой сложности любой направленности в общем можно быть полезного любой организации думаю именно нужно стремиться изучать глубоко глубоко программирование а не поверхностно по сути по сути дела речь идет о создании умного кода который делает все сам вот то что мне надо было я недавно давал план изучения это тот же план который вы только что видели но он был в группе и по сути дела первые вопросы были заняты заданы и уже мы четко разобрали метод new метод дел метод и нет ну и нет мы давно мы солим поэтому в принципе да разобрали ребят но не совсем разобрали на самом деле ребята это важный момент потому что ну прошли мы метод нею ну и что они чего по сути дела если мы просто для себя пройдем эти методы ну знаем а нас наверное интересует а как это применять поэтому ребят я вот думал думал а потом думаю себе блин надо же вот какой-то стержень и по сути дела я подумал что хорошо бы хорошо бы сделать все стержень сразу с мета классов вот тут я приведу небольшой пример но вы суть уже уловите класс который я набросал ну вот я сейчас раз комментирую сразу вот у нас есть класс ес ес да и мы создаем класс на неважно понимаете вы или нет в коде самое главное что всего лишь надо сейчас прочитать будет вот здесь написано обратите внимание я новый класс ес ес но как вы видите я добавил свое имя с метода шуль python на автомате то есть по сути дела мы создали класс да и в python op если действовать обычным способом мы написали определенный метод сейчас он ничего не делает только выводит слова и по сути дела да мы знаем что что у этот значит метод будет наследоваться его можно потом вызвать применить но наша задача была автоматизировать чтобы при создании класса при создании нового класса этот метод уже автоматом добавлялся то есть новый класс создается и наш метод который мы написали в родительском классе уже в новом классе начинает работать и это действительно так потому что мы в данном случае видим текст который и есть вот в этом методе дэв шуль пайтом то есть вот эти три принта которые выводятся по сути дела что это дает абсолютно верно данном случае мы на автомате при создании нового класса включили метод с класса от которого наследовали это круто данном случае это текст это мелочь но ведь это может быть все что угодно можно создавать вообще все что угодно и по сути дела получается такое у нас нам ничего и делать остается написали и у нас поэтому все сам за нас сделал да то есть это так можно написать любой отказоустойчивую систему так пишется фреймворки так пишется поэтому принципу абсолютно любые библиотеки классные по сути дела вы можете автоматизировать все что угодно написать код собственными ручками написать код собственными ручками любой сложности и будет он делать все что угодно для этого мы используем по сути дела мета класс теперь ребята теперь ребята обратите внимание если мы обратим внимание то мы видим некоторые методы но вот давайте я немножко вернусь хотя я не совсем явно показал но я говорю от изучили мы мест метод new если с и нет мы тех кто в школе до сталкивается постоянно то с методом new мы сталкиваемся мало а как его но изучили до описали но теперь ведь надо научиться применять и я подумал ой как хорошо а ведь при создании мета классов метод new участвует то есть если мы начнем разбираться допустим с мета классами с мета классами то мы обязательно затронем метод new однозначно затронем и тогда наши рубрики которые мы себе составили да вот мы методы построения инициализации вот был у нас и нет дел и и нью да то мы начинаем их применять и видеть их действие понимает их суть то есть по сути дела начинается изучение на практике не просто вот узнали метод new и все а как он работает по сути дела это выволакивает много вещей на поверхность но теперь давайте подумаем еще о такой вещи смотрите а когда мы начинаем писать код в стиле мета классов у нас появляется очень интересная вещь ребята ну а первых у нас сразу появляется такая вещь как сравнение опять же сравнение сравнение между обычным созданием классов python о п и и python о п с применением мета классов то есть по сути дела по сути дела мы опять же находим точку опоры потому что сравнение обычного п и в применение мета классов когда появляется сравнение мы начинаем уже осознавать да но на кстати ребята вот тут как раз какое видео я дал вот тут написано как выучить программирование с нуля видеоинструкция почитайте там речь идет о двух языках то есть до python о п вы дойдете однозначно сейчас мы говорю уже говорим немножко дальше смотрим да то есть я объясняю теоретически что мы будем делать дальше так вот но а вот то что мы рассмотрели метикла мета классах это совсем мелочь а представьте себе когда ваш код будет изменять код и данные другого кода это уже круто это уже действительно высший пилотаж ребят вот хотелось бы вот так поставить вопрос смотрите вы можете сейчас сказать вопрос а задать себе вопрос они за за ношусь ли я что полез такие глубины ребят скажите пожалуйста но ведь стоит того чтобы изучать python глубоко правильно но для того чтобы изучать глубоко надо просто начать изучать то что мы делали и делаем только сейчас я показываю вот этот путь до который будет итак мы договорились когда мы берем застержен мета классы то в принципе первое что мы уже разбираемся с тем что мы разобрали допустим мы видим как работают те же методы построения и специализации и нет new и так далее да да далее у нас есть еще куча куча методов до которые с двумя нижними подчеркиваем которые делают язык гибким крутым классным быстрым умным но опять согласитесь это будет интереснее если мы будем писать программу как мета класс то есть которая будет нечто делать и уже применять эти методы у нас тогда опять же мы постоянно видим смысл мы постоянно будем видеть смысл и еще то есть услышали меня до ребята школы поэтому я задал вопросы да вот для ребят которые начали заниматься и так ребята цель поняли работаем с мета классами ближе ближайшая наша цель сосредоточенными классах на мета классах и декораторах ребят декораторы мы затронем просто по одной простой причине чтобы их не забыть и все я много спрашивают это первое во вторых они просто необходимы ну вот самый простой и быстрый пример вот самый простой и быстрый пример применение в том же джанга да то есть вот мы при применили декоратор логин реку лет и теперь пользователь который будет вы когда вызываться функция то есть грубо говоря пользователь который будет открывать страницу у него будут проверяться а зашел ли осуществлен ли вход в систему и если пользователь не осуществил не осуществил вход в систему то ему откроется страница с формой для входа то есть по сути дела почему я взял декораторы потому что многих из вас может удивить многих из вас может уделить что такая вот разбежка да мета мета-классы и декораторы просто на самом деле то кто будет изучать там уже очень очень много материала надо пройти да то есть это надо быть школе надо быть группе ребята мета-классы мы взяли как я объяснил ранее еще раз повторю это будет как стержень то есть по сути дела воспринимайте на слух да по сути дела мы будем стремиться писать код который либо создает ли меняет код но при этом будем применять изучать новые методы которые вот я определил в рубриках то есть это принципе все что есть в python с двумя нижним подчеркиванием да так у нас появится смысл у нас появится сравнение декораторы я как сказал добавил только с одной целью чтобы про них не забыть так как они используются везде по сути дела что такое декоратор декоратор то функция которая получает на входе одну функцию выдает другую грубо говоря грубо говоря вот как мы рассматривали в примере с джанга пока не было логин рекулет то эту страницу мог посмотреть абсолютно любой человек как только вы добавили декоратор теперь будут требоваться данные для входа то есть по сути дела декораторы они важны нужны ими их надо знать ими надо пользоваться и даже если писать мета класс и даже если вот взять ну я предполагаю так я не говорю это как за истину хотя сейчас подожди договорю мысль так скажу да хотя на одних декораторах даже на этой тематике можно выстроить все что угодно вот есть допустим дай бог памяти один из фреймворков джанга создан чисто на декораторах практически то есть это такая вещь которая ну много чего делает да то есть вы по сути дела заготовить декоратора потом добавив строчку можете решить кучу функций так вот и теперь я ребятам задал первые вопросы то есть чтобы нам продвигаться в мета классах по сути дела ну мета класс и мета класс конечно начнем с самого простого что такое мета мета класс я подсказал где найти ребят вот я сейчас рассказал немножко но просто покопайтесь в области применения потому что конечно вам стало интересно что допустим класс добавил метод на самом деле если вы почитаете то область применения вообще огромна вообще огромна по сути дела любой сложный проект только вперед и в легких проектах будет просто интересней значится нам надо копнуть зачастую к мета классам сложно поступиться сложно поступиться да но как поступиться все лежит в тип до type то есть тип на самом деле когда мы начинали python я помню асачи в первых уроках если дай бог я найду дай бог я найду я все все записи собираю и в группе они есть где-то здесь это вот для самых новичков когда мы еще с функциями копались так ну я сейчас наверно не найду но именно это вот ребята это асачи писал зоопарк а теперь сергей асачи представляете вы сейчас этот же зоопарк напишите на мета классах то есть у вас все будет происходить уже на автомате это будет интересно подготовить себя к нормальной взрослой жизни в программировании именно ладно я щас не найду но я хочу направить на следующую вещь то есть по сути дела надо очень тонко взглянуть на метод type то есть тип да мы его использовали начале на самом деле он он исполняет две совершенно разные функции а второй функции до определения типа мы даже не загадываемся и тут я задаю вопросе перечислить четыре метода мета класса вот как мы с нью разбирали до их будет четыре я дал некоторые подсказки далее написал про декоратор так вот ребята школы разобрались то есть мета классы мы ставим центр для того чтобы рассмотреть механизм и как стержень чтобы вокруг мета классов грубо говоря описать программы которые будут нечто делать сами да и и будем далее приплетать туда все эти методы может быть будем поворачивать правее левее в общем как ну как бы и шли до этого то есть всегда по-разному исходя из ситуации наша цель чтобы мы владели поняли да ну и теперь буду заканчивать информация для новичков то есть новички тоже разобрались школе есть два подхода абсолютно разных подход номер один где вы просто напросто удобно и для вас время просматриваете видео урок по сути дела перешли нажали 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 смотреть курс при помощи контрол плюс увеличили и так далее и так далее или уменьшили и так далее и так далее то есть по сути дела это отличный метод который зарекомендовал себя очень хорошо но вот этот метод который мы сейчас рассматриваем то есть работа когда я именно направляю задаю вопросы конечно да ничего сложного потому что когда есть четкий вопрос то его легко вбить в google и но тогда человек когда находит сам сам разбирается у него появляется личный опыт он действительно начинает проникать глубины python поэтому надо обязательно использовать два метода и метод просмотра видео уроков метод общения в группах и метод вот по вопросам то есть метод поиска средоточения информации изучения то есть у вас все варится в вашей голове все это проходит через вас вы действительно начинаете писать и пропадает тот вот та пустота когда именно человек вот начал изучать python вроде пока смотрю понимаю перестаю смотреть написать ничего не могу вот для этого вот этот метод по вопросам он и существует то есть когда вы начинаете активно работать с функцией потом в класс с классами то есть чистым python с чистым котлиным языком то есть начинаете просто писать код понимая что откуда берется вы начинаете уяснять язык и конечно же когда вы потом начинаете работать конкретно с какой-то библиотекой то все это вы уже видите видите допустим что вот эта строка видите так и так и то и другое и так далее и так далее то есть вы начинаете становиться действительно программистом настоящим программистом ну а для тех кто начал с этого видео значит ссылки на на школу в описании видео и ссылка на видео которое я обещал спасибо за доверие все получится успехов и а и